С начала календарной зимы суммарно с улицы дворов Самары на полигоны вывезли почти 330 тысяч тонн снега. За прошедшие сутки более 13,5 тысяч тонн. Только с 1 по 18 января в городе выпало 48,5 миллиметров осадков, что составляет 103% от месячной нормы. Высота снежного покрова достигла 58 сантиметров. Представители коммунальных служб, управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК бросили все силы на борьбу со стихией и ежедневно трудились в две смены. Только в воскресенье дороги, дворы и внутриквартальные проезды очищали 450 дворников и 611 специальных машин. Сейчас эта работа продолжается в усиленном режиме. Основной упор сейчас делается на вывыску снежных масс с территории УДС на 9 полигонов, 3 коммерческих, 6, которые находятся в ход ведения МП благоустройства. Сегодня 414 человек будут задействованы на уборке с привлечением 241 единицы техники. В понедельник перед оперативным совещанием в администрации города глава Самары Елена Лапушкина проинспектировала работу коммунальщиков и управляющих компаний на улицах Гагарина промышленности Революционной и Партизанской. Здесь после уборки образовались снежные завалы, из-за этого произошло сужение проезжих частей. Глава города поручила устранить замечания в ближайшее время. С нерадимыми управляющими компаниями, коммунальщиками, которые не справляются со своими обязанностями, будут разбираться сотрудники прокуратуры. Безусловно, здесь хочу сказать огромные слова благодарности прокуратуре за их принципиальную позицию в отношении этих управляющих компаний. Составляем материалы для административных протоколов, для обращения в государственную жилищную инспекцию. И если управляющая компания именно так выстраивает диалог с нами, с жителями, то мы вынуждены этот диалог именно в том формате и поддерживать. Коммунальные службы оперативно отрабатывают все жалобы жителей в социальных сетях. Накануне горожане обратили внимание властей на несанкционированное складирование снега в Постниковом овраге и в микрорайоне Волгарь. Глава Октябрьского района Александр Кузнецов сообщил, что вопрос находится на его личном контроле. А вот в Куйбышевском районе складирование сугробов приостановили. Ну сейчас, конечно, вывоз туда снега остановился. С управляющей компанией сейчас разговариваем, чтобы они заключали с полигоном договор на вывоз. Серьезные замечания у главы города вызвала работа управляющих компаний и ТСЖ. Далеко не все справляются с уборкой дворов и выездов на внутриквартальные проезды. В выходные дни муниципальное предприятие ГАТИ по благоустройству проводило подробный анализ результатов работы по очистке придомовых территорий, дворовых проездов и по уборке снега и наледи на скатных кровлях. В итоге специалисты сформировали перечень дворов, где необходимо усилить работу, а также составили список домов, на которых образовались наледь и сосульки. В первую очередь коммунальщикам необходимо очистить те крыши, которые представляют особую опасность для горожан. Главы внутригородских районов уже представили план по устранению замечаний. Его составили во взаимодействии с ТСЖ и ЖСК. Сегодня, с учетом замечаний, для уборки кровель в Самаре привлекут 82 бригады, каждая из которых состоит из двух-трех специалистов. До конца дня количество бригад должны увеличить до 114. Анатолий Головко, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События.